На улице Халтурина дорога общего пользования, проходящая между пятью жилыми домами и детским садом, находится в ужасном состоянии. Местные жители просто разводят руки, потому что не знают, каким образом ликвидировать данную проблему. Недавно вот здесь у нас застряла машина, а вот вытаскивали полночи. Вот видите, здесь все перекапано. Такси к нам отказывается ездить. Сами видите, грязь. Дома у нас, табличек с номинованием улиц нету, номеров домов у нас нет. Они там нигде нету. А вот с той стороны машины буксуют, тоже нельзя подъехать. Скорая помощь ругается, на чем свет стоит. Там еще 77 детский садик. Это все ходит вот по этой дороге. У нас две школы. Школы работают в двухсменном режиме. Пройти в пять часов вечера в октябре, в ноябре здесь вообще нереально. Жильцы дома номер два на улице Халтурина неоднократно обращались с жалобами и заявлениями в администрацию города. Но чиновники не предприняли никаких существенных мер для того, чтобы ее привести в надлежащий вид. Они утверждают, что дорога бесхозная и никаких работ по ее благоустройству проводиться не будет. Вот я писала как-то. Мне здесь ответили, что мы рассмотрим вопрос по поводу уборки дороги. Прошлый год один раз по ней трактор проехал. И все. Она бесхозная дорога. Она никому не нужна. Я даже так в шутку задала такой вопрос. Ну мы на ней вот соберемся, жители, устроим стоянку. Устраивайте. Она никому не нужна эта дорога. Она ничья. Помимо глубоких ям, отсутствия тротуаров и парковочных мест для машин, местным жителям приходится мириться с отсутствием освещения. Пять фонарей, которые должны освещать дорогу, вообще не работают. Также граждане жалуются на нерегулярную уборку мусора в их дворе. На помойку пройти. Это очень опасно. Свету нет у нас. Нету. Пять столбов я посчитала. В 2014 году написала. Никто не обращает внимания. Написал. Мы рассмотрим. Данная дорога является муниципальной собственностью Октябрьского района города Рязани. Поэтому все ремонтные работы должны финансироваться из средств бюджета. Но по словам жильцов, местные власти бездействуют и ситуация ухудшается с каждым годом. Семен Иванов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город».